всем привет сегодня для вас приготовил очень легкий и быстрый рецепт кабачковой икры а самое главное вкусный обязательно смотрите видео до конца чтобы узнать не только секреты приготовления кабачковой икры но и стать участником розыгрыша который мы приготовили для вас первое что мы сделаем нарежем все овощи начиная с морковки но это не принципиально вы можете начать с любого другого ингредиента нарезаем морковь если у вас большая морковь нарезаете вот так вот полукольцами пополам и полукольцами как видите все очень быстро и легко я думаю что вам понравится очень рецепт очень бы для луковицы разрезаем пополам еще раз делим пополам и нарезаем большим крупным кубиком два больших кабачка тоже делим пополам нарезаем полукольцами последнее что нам понадобится это чеснок чеснок используем 8 зубчиков нарезаем слайсами и помните самое главное в этом рецепте кабачковая икра это не паштет он не перебивается блендером запомните все что вы видели до не является правдой я вам заявляет авторитетно отправили чеснок нашим нарезанным овощам у нас есть перчик чили чили должен быть цельный для того чтобы он не раскрылся отправляем к нашим овощам также чили берем краснодарский соус нам понадобится две столовые ложки смотрите в кабачковую икру добавляют либо томат пасту либо краснодарский соус я считаю самое идеальное сочетание это краснодарский соус теперь мы заправим все это дело перцем черным дадим одну столовую ложку растительного масла соль хороших таких две щепотки на это количество примерно 8 грамм теперь все это дело перемешаем подготовленный пакет для запекания называется он еще по-другому рукав для запекания мы берем наши овощи и отправляем в него завязали плотно пакет оставим запекать как видите очень просто ставим такую формочку духовку на самый нижний уровень температура 200 градусов 45 минут а пока она запекается наша кабачковая икра я вам расскажу условия конкурса друзья компания помидора приготовила для вас снова подарки и вот это количество вот это огромное количество 15 банок уйдет пяти победителям моего канала а условия конкурса как всегда просты вам нужно быть подписанному канал оставить комментарий и лайк под этим видео все просто а тот кто наберет под своим комментариям самое большее количество лайков гарантированно получит приз остальные четыре победителя будут определены с помощью рандомайзера 3 июня в 2100 в прямом эфире чем больше комментариев тем больше шансов на победу участвует только украина поэтому конце вашего комментария укажите в город в котором вы живете ну что ж время пролетело незаметно мы достаем готовую почти готовую смотрите коль надулся шар огромный и самое интересное что у нас здесь все чистенько даем остыть 10 минут и будем готовить далее когда настыла мы подготовим картофель и мялку подготовим сотейник с ручками и нашу икру здесь достаточно много жидкости мы сливаем немного жидкости почти все слили отправляем наш сотейник это утилизируем а помните мы еще перчик добавляли он отдал весь аромат его обязательно удаляем и перебиваем картофель и мялка тогда у вас получится в настоящая кабачковая икра после того как мы перебили всю эту у нас получилась прекрасная масса где чувствуется фракция мне не хватает по вкусовым качеством чуть-чуть сахара пол столовой ложки и зелень я использую укроп если вы хотите любой другой вид зелени вы ее добавляете это перемешали если бы мы перебили все блендером то вы понимаете это было бы икра совсем другая это просто бублова паштетная масса а так это чувствуется по крайней мере как эта текстура какая-то фракция которая присутствует в икре итак друзья давайте подытожим вкуснейшая закуска из кабачков приготовлено она очень вкусно кстати очень прекрасный момент на семейное застолье на какой любой такой быстрый перекус смотрите по зелени если вы хотите чтобы она долго постояла в холодильнике такая икра без зелени вот только свежеперебита хранится в холодильнике от 3 до 4 дней примерно это не консервировано это свежеприготовлено если вы добавляете зелень а и срок годности и и сразу уменьшается до суток поэтому будьте внимательны ни в коем случае не добавляйте зелень это мне так на один разочек присесть покушать семьей поэтому будем пробовать она очень вкусная мы довели уже до вкуса получилось прекрасно вкусно бомба пальчики оближешь второй момент который я хотел сказать по поводу икры ее нужно остудить полностью в холодильнике не есть горячий а курс холодные с полностью остудили до 2-3 градусов и можно подавать к столу всем спасибо что оставались до конца приятного аппетита пока